друзья мы по моему нашли это канализация а это канализация лишь это нельзя заделывать тогда получается если вдруг что-то чего-то мы то думали это подвал ну и подвал тоже можешь сюда не да ну нафиг это просто этот канализация канализации решили заделывать это и не поняли почему здесь движется пол вот вскрыли линолеум вот он лежит и здесь вот я так поняла даже доски эти не прикреплены для того чтобы попасть в канализацию если вдруг что-то засориться вот ну а я сейчас вам покажу что какая работа уже проделана люшиком как это смотрится это уже второй день работы сейчас я отойду в сторону вот так вот выглядит стена из гипсокартона сразу отвечу на комментарии в этом писали что жалко что вы не проложили изоляцию под гипсокартон друзья зачем нам здесь изоляция изоляция прокладывается как утеплитель я так поняла но зачем нам утеплять внутренние стены это же все внутри дома тем более вот с этой стороны где уже все вот заделано вы же видели что там идет бревно которое замазано глиной ну зачем еще что-то делать и я не понимаю это наверное лишняя работа я понимаю когда не хватает тепла но опять же это не во внутренних стен по стенах нужно делать а нужно делать те стены которые идут на улицу поэтому мы не стали ничем укреплять шумоизоляция в принципе нам здесь не нужно мы планируем здесь жить с лёшиком мы друг другу не мешать поэтому не будем ничего укреплять давайте покажу как лёшик вырезал вот здесь вот идет батарея радиатор стоит вот здесь вырезано окошко конечно здесь будет стоять шкаф но если вдруг что-то случится можно отодвинуть шкаф и устранить какую-то неисправность вот там идут как это называется трубы лишь скажи мне и этот и металлический радиатор это пластик пластиковая труба здесь все хорошо это не металл то есть в этом мы очень благодарны тем кто это делал батарея скажу очень теплая вчера я увеличила градус на 53 газа добавила стояла на 48 и вы знаете на 53 жарко было алёшик сказал жарко в общем опять убавила но может быть потому что еще на улице тепло но вообще дом я хочу сказать теплый ну что мы будем делать с этим под полом теперь что 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 заделывать нет заделывать не будем значит когда будем стелить кварц винил кварц винил сделаем алек да мы будем делать вот так вот окантовку то есть заделывать это нельзя вдруг есть что-то да да вы просто в канализацию что это канализация которая идет ну на ванну и на туалет да которая идет от мойки на кухню правильно да вот это все туда а мы в общем алёшик уже перешел на вот эту стену ну заделывать гипсокартоном а я и говорит здесь что-то по уходит надо бы это его выровнять как-то укрепли укрепить я говорю ну давай посмотрим и вот мы вскрыли и вот видите увидели здесь не прикрепленные полы или как это назвать но несколько дощечек сделано было специально чтобы они причем делали вырез из вот здесь вот дам выкапывали чтобы проложить ну да да это был уклон и здесь как раз стоит если вдруг прочистка так называемая а если забьет закручиваешь вода если ты можно тросиком туда или туда пройти вот видите друзья поэтому прежде чем что-то сделать нужно обязательно сто раз подумать да конечно было бы красиво все это дело заделать красивый пол здесь постелить но вы знаете это двояко скажем палка о двух концах а если забьется потом этот красивый пол также снимать в общем не будем и мы также оставим все здесь там вот где стоит сейчас лёшик спокойно поместится шкаф он не будет мешать доступу и в общем мы будем делать люк такой же люк который здесь не был может быть сейчас еще раз открою может быть может быть мы не по всей этой длине а поменьше его сделать перемычку вот эта часть будет укреплена люк будет вот маленьким именно чтобы влезть и и я прочистка да ну вот так что вот такие дела этот будет маленький мы его обыграем ну то есть кварц винил и сам сама крышка клюк люка тоже будет кварц винилом обделана но будет скажем так уголочек на эту сторону но окантовку угол обечайка уголком специальным и сама крышечка тоже будет уголком лёшик расскажи пожалуйста о твоих впечатлениях ты вот положил у себя в москве в квартире кварц винил только родной германский которые вот расскажи о своих впечатлениях потому что многие задают вопросы по поводу того что это тоже новомодный материал ну как он уже лет пять наверно точно есть но больше даже больше но все как-то не доходило до наших российских широт вот российских широт дошло только когда он появился как всегда новомодная какая-то штучка она стоила довольно таки больших денег тот ламинар тот кварц винил который я покупал по 1900 за квадрат квадратный метр он когда появился он стоил два раз дороже 3800 4000 то есть из-за своей дороговизны он не расходился могли позволить себе только очень богатые люди а сейчас вы представьте если там 30-40 квадратных метров ну вот 40 квадратных метров вы берете на стандартного там однушку или двушку там малогабаритно 40 квадратов и по 4000 извините да а еще подложку а еще уголки а еще фурнитуру вот эту всякую аксессуары углы внутренние углы внешние если вы на тот момент тот же ламинат хороший ламинат хороший не даже не среднего сегмента ценового чуть выше он стоил там в пределах 1200 1300 там максимум полторы тысячи за квадратный метр это когда стоило 4 это я дорогой ламинат имею ввиду качественный это когда кварц винил 4000 стоил а сейчас грубо говоря сравнялись по цене что ламинат что кварц винил вот по кварц винил мне понравилось во первых гораздо удобнее собирать его вот работать с ним если обрезать его режется обыкновенным строительным ножом ну как прорезается первый слой вот этот а потом просто ломается не грязь ничего и замок там удобный да и за счет мог очень удобно собирать очень удобно ну если основная масса ламината сделано так что вот вы всю длину собираете и потом это стыкуете да и были некоторые производители которые по штучному а штучно можно но основная масса это вот всю длину надо собрать и колбасу это уже пристыковывать основная масса была а этот очень удобно по одной планки собирай и расскажи пожалуйста о своих ощущениях вот тактильности ног вот ты ходишь по этому ламинату многие спрашивают да он холодный он же сто процентов влагостойки вот и какие ощущения я не скажу что он холодный после залива я же сейчас пока поменял у нас было единое целое ламинат от кухни и до большой комнаты один ламинат был залили нам кухню прихожего залили имеется ввиду сверху водой коридор протечка была и маленькую комнату вот так я сделал я постараюсь ставить вам здесь фото которое мне лёшик высылал что было когда он вскрыл ламинат какая там плесень извини лишь эти перебила вот я пока заменил напольные покрытия вот во всех этих местах большой комнате не менял но перед отъездом сюда каленки в теплый день в этот день не привезли кварц винил и на большую комнату я все-таки решила большой алюшика поделись и секретом у нас большой комнате вы все видели мои дефиле в большой комнате и там стоял большой шкаф и меня всегда волновал вопрос боже мой это если менять покрытие это же нужно разобрать шкаф вытащите из него все наполнение а там немало как правило все забито разобрать это все потом собрать ну то есть постелить покрытие потом собрать расскажи пожалуйста как ты все это будешь без разборки шкафа а у нас еще там камин же и как это все сделать ну во первых так как у нас постели на ламинат и он нормальный там я не буду его срывать это вот про большую комнату везде ты сорвал избавился от плесени постелил все своими ручками кухня коридор спальня разобрал кровать с подъемным механизмом потом ее собрал и все это сделал самостоятельно а потом приехал к елене ивановне еще на самом деле все будет очень просто я не буду ничего там придумывать на ламинат будет постельно подложка и будет настелено потом этот квартир виниловое покрытие ну а как выйти из положение вот с камином там с колоннами нашими всего свое со шкафом сначала я про колонны и про камин значит аккуратно ножовочкой погиб с картону вот это да покажи пожалуйста вот она такая маленькая ножовочка от пола 5 миллиметров делаю вдоль пола пропил на камине на колоннах на 5 миллиметров это чтобы можно было туда завести напольное покрытие а то есть это даже не будет никаких щелей ты вот так вот сделаешь пропилишь все подведешь на шнур представляете друзья как работает фантазия у тебя как это сделать очень красиво друзья сейчас я немножечко вставку свою сделаю почему пришло такое решение к сожалению лёшик когда мне показывал по ватсапу как это смотрится вот с этим кварц винилом кстати тот кварц винил который я купила он очень похож называется дуб античный очень похож на тот который лёшик закупил ну мы же два сапога пара вот и он мне показал когда он это все сделал безо всяких переходов порожков то есть это все единым полотном на полу переходит из прихожки в спальню на кухню это просто потрясающе это я не могу вам передать вот лёшик уедет в москву он не сбросит я вам покажу потом как это выглядит и им интересный извини перебивали значит вот это покрытие допускается стелить без швов стыковочных до 600 квадратных метров если ламинат вы стелите то в ламинате обязательно нужно делать вот эти вот стыковочные швы то здесь допускается в этом покрытие там до 600 метров стелить едином полотно вот и когда он это все ну как бы устранил вот эти все протечки затопления плесень постелил все это в прихожей в кухне на кухне и в спальне большая комната осталась со старым ламинатом и в общем это очень режет глаз хотя они похожи и по цвету но очень режет глаз и потом пришла идея что нет так оставлять нельзя нужно делать и в большой комнате но не разбирая шкаф не ну чтобы не было вот этих щелей выреза под камин под колонны вот лёшик вам рассказал как это можно сделать так мы немножечко об ощущениях там как-то мы перескочили с темой расскажи пожалуйста холода не чувствуешь да звенит как ламинат ламинат более звонкий насчет холода вообще не чувствуются приятно мужиком и вот когда переходишь из большой комнаты в прихожую сразу чувствуется вот другие ощущения тактильность другая тактильность для ног совсем другая мне понравилось честно алёш а вот этот который российский ламинат который я купила сейчас я перейду друзья сейчас я вам его покажу и лёшик расскажет друзья вот этот ламинат вернее не ламината кварц винил видите стопроцентные влагостойкий крона фло это та же фирма крона фло но это уже сделано в россии и здесь по моему сколько лишь два миллиметра разницы до по толщине пол миллиметра а вот посмотрите как выглядит еще раз напомню очень тонкое покрытие специальная подложка нужно под него и я покупала это в липецке тоже мне делали скидку по 1150 рублей за квадратный метр то есть если лёшик платил по 1900 рублей за квадратный метр и тоже по скидке я заплатила за этот кварц винил вот очень похож на лёшин цвет называется дупантичный я платила по 1150 рублей за квадратный метр вот в том же магазине где я покупал свой вот этот 1200 стоит 1240 рублей вот то есть опять ну как бы я так так сразу скажу немножко поторговалась сказала что я буду покупать много 27 коробок я купила и мне сделали скидку причем скидку сделали и на ламинат и на подложку и на уголки вот сейчас вот лёшик расскажет чем вот этот более дешевый отличается от того родного германского мы перешли в более удобное место я села на диван лёшик тоже присел и сейчас лёш расскажи пожалуйста в чем же все-таки отличие сумма то существенная то есть 1900 по скидке и 1150 рублей какая разница там в цене получается существенная разница чем же отличается наш российский крона флор кварц винил от родного германского практически ничем не отличается за исключением а толщины вот эти 0 5 миллиметра они добавляют жесткость до жестко цену увеличивают сразу нет ну цен цена это понятно но пол миллиметра то есть получается что жесткость больше твоего ламината да 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 на полмиллиметра вот он же есть и четыре с половиной миллиметра толщина и там пять чем-то миллиметров до восьми с половиной миллиметров ну соответственно цена вот восемь с половиной который миллиметров он в два раза дороже четырех миллиметрового которое у меня это вот вся разница ну и еще то привезено импортировано ну да понятно здесь растаможка идет и поэтому отсюда цена да да а это произведено по технологии у нас соответственно это немножко дешевле так что как говорит верка сердечко зачем платить больше если результат один и тот же это я к тому друзья присмотритесь к нашему российскому ламинату разница минимальная а цена в разнице максимально я как ну во первых вышел на это покрытие я о нем много почитал я отзывов тех кто стелил уже кто пользуется им смотрел много видео тоже потом в разных магазинах благо не только по телефону но и в живую у меня относительно шаговой доступности несколько магазинов было шоурума где можно было посмотреть потрогать и прочее я в каждом магазине у продавцов консультантов интересовался ну а вот в чем разница кроме цены вообще как это на эксплуатации отразится и прочее мне сказали если это в домашних условиях да даже там в офисных абсолютно никакой разница вы не почувствуете абсолютно никакой срок эксплуатации довольно большой надо только единственное но вот класс прочности кстати а какой срок эксплуатацию этого ламината 25-30 лет это не ламинат даже кварцвенил 25-30 лет кстати мне писали друзья которые в германии по моему мария посмотрит меня напишите мне что у вас давным-давно это покрытие кварцвенил и вы им очень довольны что-то застеснялся кузова я потом съем забыл что камера включена у нас как бы все по-домашнему лёшек так что все нормально да лёшек но напоследок я хочу задать тебе вопрос от зрителей зачем ты бороду отпустил не поверите шесть лет назад я выглядел совершенно по-другому у меня была пышная шевелюра и прочее прочее но шесть лет назад или уже семь сколько получается семь лет поменял имидж вот встал вот такого части имиджа само собой поменялось наверное да я не виду про шевелюру да 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 поменял имидж не сейчас я вот это вот отпустил она уже у меня семь лет другой вопрос что она все время аккуратно подстрижены может быть вы во время наших прогулок не обращали внимание а может и обращали внимание а сейчас я за эти несколько дней которые здесь ковыряюсь я не приводил в договоримое состояние шевелюру свою здесь вот тоже ничего не ровнял тут вот начал обрастать в общем дядюшку а у лёшек ну я хочу сказать ты еще наверное это не сделал потому что что у москва все-таки это мегаполис в чеплыги не мне так зайдет нет но я свою бритвку то там оставил привез сюда немножко другую а ту которую плюс я еще не знаю как она работает лёшенька но я просто наводящие вопросы чтобы было интересно услышать развернутый ответ относителя этой бороды ну что друзья я надеюсь вам было интересно интервью у алексея дмитриевича получилось интересным много полезных советов ничего полезного да нет очень много на самом деле те которые делают ремонт я думаю что для себя вынесли очень много полезных вещей вот ну что я благодарю алексей дмитриевич что вы приняли участие в моем интервью вот что мы с вами одна команда мы друг друга всегда поддерживаем у нас нет разделения на женскую работу на мужскую ракете гипсокартон крутить до копать значит копать молотком стучать значит молотком стучать будешь варить значит будешь варить у нас в этом начало гипсокартон прикручивать потом борщ варить сейчас достану пойдешь потом вечером огородка мальчик ты скажи что ты шутишь а то многие же не знают наших отношений хочу подумают узурпатор все друзья вот так вот спонтанно образовалась это видео само собой по наитию не готовились мы но как-то мне пришло на ум задать умные вопросы надо же какая-то автология как там не получил глупо ответа нет получить очень хорошие ответы потому что еще раз повторюсь что лучше вас ваших рук никто вам лучше не сделает а поскольку в чеплыгине обысказала со специалистами очень туго и они все заняты да даже не специалисты все расхватанные и заняты я это к тому почему мы все делаем своими руками все друзья я вас благодарю за внимание я думаю что вам было интересно я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами были елена ситникова и алексей дмитриевич пока пока